Я смотрел тебя на ютубе. Хорошо. Ты подписан или нет? Ладно, ладно. Продолжай. Я просто хотел поговорить с тобой. Я нормальный христианин. Хорошо, хорошо. Ты католик, протестант, свидетель льговый, мормон или православный? Просто нормальный христианин. Ну что значит нормальный? Я протестант. О, протестант. Хорошо, потому что я имею в виду, когда ты говоришь нормальный, то католики тоже себя считают нормальными христианами, верно? И также мормоны. Да, в итоге мы все верим, что Иисус умер на кресте за наши грехи. Это общая доктрина. Верно. Но также некоторые из них верят, что ты можешь молиться Марии, чего как протестантов вы не делаете, верно? И некоторые верят, что в Библии есть главы, которых нет в версии короля Якова. Или, например, свидетели льговы не верят, что Иисус Бог. Они не верят в концепцию Троицы, верно? И христиане и унитарианцы также не верят в Троицу. Так что христианство — это как бы не одно вероисповедание, верно? Я понимаю, есть большая разница. Но Ветхий Завет ясно говорит о Троице, особенно в Бытие. Ясно упоминает что? В книге Бытия упоминается Троица. Можешь мне показать? Ну, это... Вот Ветхий Завет, прямо здесь. Я как бы хочу говорить сам, но я точно знаю. Даже Висайя, ты знаешь Висайя 53? Когда он упоминает, это очень ясно. И вы верите в Ветхий Завет, правильно? Я верю в Туру, которая была неспослана Моисею, а не в Ветхий Завет, который у вас здесь. И ты веришь в Инджил? Да, я верю в Инджил, который был неспослан Иисусу, мир ему на Арамейском, а не Новый Завет, который здесь. А где он сейчас? Аллах знает лучше. Но где он сейчас? Я только что ответил тебе. Но слово Бога не может быть искажено, верно? Да, слово Аллах не может быть искажено. Но откровения, которые были неспосланы до Корана, они не были предназначены до Судного дня. Аллах не говорил, что Инджил будет защищен до Судного дня. Но Коран говорит нам, что люди писали слова своими руками и приписывали это к Богу. Ты веришь, что эта Библия – слово Бога? На сто процентов. Хорошо. Хорошо, позволь мне тогда спросить тебя кое о чем. Но ты веришь, что Инджил был неспослан для всех нас? Я верю, что Инджил был неспослан кисе, Иисус умер ему. Для его времени и его народа. А не для нас сегодня. Для его времени и его народа? Да. И где он сейчас? Я отвечаю на этот вопрос уже третий раз. Аллах знает лучше. Но я могу сказать тебе, что то, что ты ищешь, не это. Хорошо. Хорошо? Потому что кто написал это? Это не Иисус, верно? Видел ли Иисус когда-нибудь Новый Завет? Что? Видел ли Иисус когда-либо Новый Завет? Так же, как Мухаммед. Тогда он записал Коран. То же самое с Иисусом, когда его ученики писали Новый Завет. Позволь мне объяснить тебе разницу между ними. Ророк Мухаммед, алейхи саляту ассалям, читал весь Коран в молитве по памяти. Иисус читал всю Библию? Его ученики? Иисус читал всю Библию? Что ты имеешь в виду, читал ли Иисус всю Библию? Ророк Мухаммед, алейхи саляту ассалям, читал весь Коран. От Фатиха, первой главы, до Нас, 114 главы. По памяти. Весь Коран. Хорошо? Ладно. Читал ли Иисус своим сводвижникам Новый Завет? Какая разница, читал он или нет? Потому что тогда Нового Завета даже не было. Иоанн, Матфей, Лука, Марк не были написаны при жизни Иисуса, верно? Хорошо. Ты понимаешь, о чём я говорю? Ты понимаешь, о чём я говорю? Но они перешли в их дух. Когда они были написаны? Когда были написаны Марк, Матфей, Лука и Иоанн? Они были написаны в духах. Что это значит? В духах. Вот как работает тройца. Они были движимы духом. То же самое было с Иисусом, умирающим на кресте. Он воплоти, он умер, но его дух всё ещё был там. Это объясняет тройцу. Как тебя зовут? Кеннет, кстати. Кеннет? Кеннет, кстати. Кеннет, кстати? Нет, просто Кеннет, кстати, отдельно. Ладно, ты просто как бы сказал Кеннет, кстати. Я подумал, ладно. Хорошо, Кеннет, хорошо. Да. Глава под названием «Послание к евреям», например. Хорошо. Когда это было написано? Когда это было написано? Да. Я не знаю. Хорошо. Ну, про какой ты спрашиваешь, греческий или еврейский? На арамейском, языке Иисуса. Ничего из этого не было написано на арамейском. На арамейском. Это было написано на арамейском. Инджил был написан на арамейском. Ещё раз, Аллах говорит в Коране. Какой у него язык? Можно я закончу, бро? Расслабься. Кеннет, кстати. Так что Аллах говорит в Коране, что каждому пророку было дано послание на его языке. Да. Язык Иисуса был арамейский, хорошо? Новый Завет был написан на греческом. Оригинальные рукописи. Можешь принести мне греческую Библию? Синьё. Итак, если ты посмотришь на Писание Павла, который составляет большую часть Нового Завета, они не могли быть написаны во времена Иисуса, потому что Павел даже не был христианином. Итак, это Новый Завет с рукописями. Итак, он на греческом. Вот греческий и вот английский перевод. Здесь показывают рукописи. И история рукописей приведена в видение. Самая ранняя рукопись Нового Завета, который у вас есть, полная. Это Синейский кодекс, который относится к 4 веку. Светки Мёртвого моря. Ты мне нравишься. Это Светки Мёртвого моря. Светки Мёртвого моря. Мне нравится твоя уверенность в этом. Светки Мёртвого моря — это Новый Завет? Ну, если ты... Ответь на мой вопрос. Светки Мёртвого моря — это Новый Завет. В них есть Ветхий Завет. Хорошо, и... Так что они содержат в себе книги, такие же, которые были тогда, до сих пор. Это некорректно. Ладно, подожди, подожди. Мы говорили о Новом Завете на греческом языке. Ладно, это Новый Завет. Марк, Матфей, Лука, Иоанн — посланник евреям. Верно? Новый Завет. В который вы, ребята, не верите, верно? Да ладно, бро, почему ты прыгаешь? Я просто говорю, что... Я уже объяснил тебе это. Я слышу тебя, но вы верите в Инджил, верно? Мы верим в Инджил. Так что вы должны верить в Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Нет, не должны. Это не Инджил. Это не Инджил? Это не Инджил. Это не хорошие новости? Это не хорошие новости. Так что же тогда хорошие новости? Инджил — это Евангелие Иисуса. Которое? Инджил. Ты не веришь в Матфея, Луку и Иоанна? Я не верю, абсолютно нет. Вы не верите в Тору? Откровение, которое было неспослано Моисея и мир ему Тора. Я верю в неё. Но Тора, которая у вас здесь, в первых пяти книгах, это не Тора Моисея. И позволь мне объяснить тебе. Но ты не знаешь, что это такое? Мне не нужно. Тебе не нужно? Конечно, у меня есть Коран. Это последнее и заключительное откровение. И хадис. И хадис, да. Но ты пытаешься перевести тему. Но я хочу, чтобы мы вернулись, потому что у нас дружеская беседа. Мы не будем торопиться. О, да, сто процентов. Итак, Кеннет. Когда ты говоришь о Новом Завете, самые ранние рукописи, которые у вас есть, это Синайский кодекс, который датируется четвёртым веком. Части из них, части из этих глав датируются 70-ми и 90-ми годами нашей эры. Когда ты пойдёшь домой, я не давлю на тебя. Иди домой и погугли это. Когда были написаны Марк, Матфей, Лука и Иоанн. И ты узнаешь, что они были написаны приблизительно в 70-х-90-х годах после времён Иисуса. Это согласно христианским источникам, согласно исследованиям Маккарти. Иисус никогда не видел этих глав. Вот в чём разница. Пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, видел весь Коран. Он читал его, и он показал нам порядок от начала до конца. У нас то же самое чтение. Этот брат принял ислам. Он выучил весь Коран от корки до корки. И он может дать тебе цепочку своих учителей, вплоть до пророка, алейхи саляту вассалям. У вас же нет ничего подобного для Библии. Ни для Нового, ни для Старого Завета. Смотри, что я сделаю? Я удостоверюсь, что у меня будет больше информации. Хорошо. Пока что я понятия не имею. У меня мало информации, чтобы иметь ясное понимание. Понял тебя. Однако, у меня только что появился ещё один вопрос. У меня тоже есть пара вопросов для тебя. Но продолжай. Знаешь, когда Коран упоминает факт, что Иисус не был распят? Да. И не был убит, но лишь выглядело так. Аллах защитил его, да. Это лишь выглядело так. Ладно. Поэтому я хотел бы сказать... Хорошо. Во-первых, вы понятия не имеете, кто был вместо него. Верно. И почему он был заменён? Ну, потому что Иисус был спасён. Иисус был спасён, верно? Да. И кто был человек, который заставил их увидеть, что Иисус... Что Он — это Иисус? Потому что, имей в виду, как бы не иронично это было, христианство царствовало 600 лет. Царствовало? Ну, не царствовало, но как бы люди верили, что это был Иисус Христос. Ладно. А через 600 лет пришёл Ислам и... Ладно, я понял тебя. Были ли христиане, которые не верили в никейский символ веры? О чём он говорит? Тебе нужно прочитать свои доктрины, Кеннет, прежде чем приходить и... Тебе нужно набраться знаний, Кеннет. Да-да, я просто не знал об этом. Я понял тебя, я знаю, и я говорю, что... Если ты думаешь, что христианство... Позволь мне задать вопрос. Что касается того, что Иисус был явлен, я хочу понять, как это было сделано так, чтобы выглядело так, как будто это был Он. Был ли Аллах тем, кто заставил их поверить, что Иисус был тем, кто был распят? Это твой вопрос? Потому что я хочу понять, в чём твой вопрос. Если Аллах сделал так, чтобы он выглядел... Аллах сделал? Ведь Коран сказал, что им, по сути, внушили... Нет-нет, это не то, что говорится в Коране. Хочешь, я принесу Коран? Я бы с удовольствием посмотрел на стих. Конечно, послушай, вот Коран. Ты знаешь стих? Ты ведь сам знаешь стих, ты его цитируешь. Ты также его цитировал. Да-да, без проблем. Ты точно знаешь стих? Я знаю этот стих. Я не знаю точно, где это говорится. Хорошо. Я лишь знаю то, что там сказано, что его не убили и не распяли. В чём твой вопрос? Если Аллах заставил их увидеть, что они убили и распяли того, кто выглядел как Он, верно? Хорошо. Это было сделано так, что Он выглядел как Иисус. Это означает, что Аллах заставил его казаться кем-то, кем Он не является. Ладно. Если я сделал кого-то казаться, что Он кто-то другой, это обман кого-то другого. Ладно. По твоим словам, Иисус не был распят, и Иисус не умер. Так что они полагали, что это был Иисус Христос. Поэтому я хочу понять, почему Аллах заставил их увидеть что-то, что не было правдой. Хорошо. Итак, ещё раз. Я просто сначала хочу понять твой вопрос. Хорошо. Ну а давай посмотрим на аят, хорошо? Хорошо, продолжай. И они сказали, воистину мы убили Мессия Иисуса, Сына Марии, Посланника Аллаха. Однако они не убили Его и не распяли. А это только показалось им. Те, кто припирается по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом. А лишь следует предположениям. Они действительно не убивали Его. Хорошо? Хорошо. Так что здесь не говорится, что Аллах сделал кого-то похожим на Него. Извини, где это? Прямо здесь. Мы убили Мессия Иисуса, Сына Марии, Посланника Аллаха. Однако они не убили Его и не распяли. А это только показалось им. То есть им показалось. Аллах не заставлял человека выглядеть как он. Им это показалось. Например, если ты придёшь арестовать меня, и ты придёшь из-за своей исламофобии, ты можешь арестовать моего брата. И он покажется тебе, что это я. Это не значит, что Аллах внушил им или обманул их. Это не то, что говорится в аяте. Но им показалось. Они пришли за Иисусом. Они взяли не того человека. Они не убили Иисуса. Но кто это был? Почему он... Опять же, как я уже говорил тебе ранее, я не знаю. Хорошо? Я не буду придумывать, когда чего-то не знаю. Хорошо? Важно то, что они не убили Иисуса. И теперь... Просто для подтверждения. Он был вознесён, верно? Да, Аллах вознёс его. Аллах забрал его. Так что он всё ещё там? С Аллахом, да. Человек всё ещё там? Конечно. Сколько лет? Столько, сколько Аллах пожелает. И он тот же парень, который спустится? Тот же человек, который вернётся, верно? Хорошо, тот же парень спустится, чтобы сделать что? Он пророк Бога. Не будь непочтителем с Иисусом, мир ему. Пророк Бога Иисус вернётся во время Второго пришествия, чтобы показать, что он мусульманин. Я, кстати, не верю, что он пророк, но я понимаю. Ты не веришь? Где моя Библия? Хасан, можешь принести мне Библию? Просто чтобы подтвердить. Подожди. Он также тот парень, который спустится, чтобы судить. Ты можешь быть немного уважительнее с Иисусом? Не говори, как тот же парень. Это кажется немного... Я имею в виду, ты должен быть уважительным. Ты чуть не уронил Библию. Да, я защитил её. Но когда ты говоришь об Иисусе, не говори, что тот же парень спускается. Просто звучит неуважительно. Он наш пророк, и мы любим его. Но ты же не веришь, что он пророк. Вы не называете его богом, верно? Ладно, погоди. Это не что-то вроде вопроса. Ладно, погоди. Подожди. Я ответил, но позволь мне сейчас спросить тебя кое о чём. Пожалуйста, если я пойму. Если ты не поймёшь, нет проблем. Бро, я понял тебя. Но ничего, если я пойду к Исаии 53, к Ветхому Завету. Во что вы, ребята, верите? И ещё раз, я объяснил тебе, что мы верим в Тору, которая была неспослана Моисею, а не в Ветхий Завет, который есть у вас. Ладно, теперь, согласно твоей Библии, Лука 13, 33. Ладно. Красные буквы. Это означает, что это слова Иисуса. Да-да. Что там говорится? Ты хочешь, чтобы я прочитал это? Прошу, можешь прочитать. Но сегодня, завтра и послезавтра я должен идти дальше, потому что пророк не может погибнуть вне Иерусалима. Итак, здесь Иисус говорит, что Он пророк, а ты сказал, что ты не веришь, что Он пророк. Когда я сказал, что я не верю, что Он пророк, разве Он не говорил, что Он не верит, что Он пророк? Нет-нет-нет, подожди, подожди. Кеннет, Кеннет, потому что, опять же, нам нужно быть честным и верным. Я абсолютно честен с тобой. Все здесь. Кто-нибудь слышал, как Он сказал, я не верю, что Он пророк? Да. Отлично. Ты можешь послушать меня? Прошу. Он пророк, и ты хорошо знаешь это. Но мы не верим, что Он просто пророк. Так что Он пророк, верно? Был ли Он пророком? Он был учителем. Хорошо. Потому что Он учил. Он был учителем, я согласен с этим. И Он пророк. То есть Он пророк. Он творил чудеса. Хорошо. Он был пророком кого? Верно? Чьим Он был пророком? Он также был... Ладно. Если ты понимаешь тройцу, то... Продолжай, я не понимаю тройцу. Ты не понимаешь тройцу? Валлахи, я не понимаю. Валлахи? Да, валлахи. Потому что это очень запутанно. Каждый христианин, по сути, говорит мне, что это тайна. Что ты именно слышал? Я слышал очень... Говори, говори. Что касается Троицы, что ты слышал? Я слышал очень разные объяснения, и я скажу тебе. Хорошо. Хорошо. Некоторые христиане говорят мне, что Троица означает, что Иисус и Святой Дух и Бог равны. Сосуществует и находится на одном уровне. Никейская методология. Другие же христиане говорят, нет. Нет, Троица не на одном уровне. В ней есть градации. Бог выше, и затем идет Святой Дух, затем Иисус. Некоторые говорят, нет. Бог, затем Иисус, затем Святой Дух. Некоторые говорят, нет, их трое. Но на самом деле они одно. Даже когда Бог наверху, Он в Иисусе, а Иисус в Боге наверху. Некоторые говорят, нет, Бог другой, и Иисус другой. Но они едины в том смысле, что у них одна и та же цель. Я слышал, по крайней мере, 30 или 40 объяснений Троицы. И ни один из них не имеет для меня смысла. Хорошо. Но теперь ты согласен, что Он был пророком? Почему ты колеблешься? Я верю, я верю. Просто ты упомянул две вещи одновременно. Хорошо. Я начну с первого. Ты упомянул, что есть много версий Троицы. Позволь мне объяснить Троицу, как ее объясняет большинство христиан. Прошу. Я буду стараться из-за всех сил. Что ты имеешь в виду под большинством? Потому что ты сказал мне, что... Ты представляешь большинство христиан? Я представляю протестантских христиан, верующих в Иисуса Христа. Хорошо. Потому что там говорится, что если вы исповедуете... Но большинство христиан католики. В Библии говорится, что если ты исповедуешь усами, что Иисус Господь. Хорошо. И веришь в своем сердце, что Он умер и воскрес, тогда ты будешь спасен. Но где там Троица? Позволь мне объяснить Троицу современным языком. Хорошо. Итак, у нас есть разум. Хорошо. И у нас есть душа. Хорошо. И у нас есть... Позволь мне лучше объяснить в... Ты сбиваешь меня с толку. Нет, не волнуйся. Я слушаю. Не волнуйся, не волнуйся. Итак, давай я приведу тебе пример с парламентом. Позволь мне постараться. Хорошо, парламент. Так что, пожалуйста, помоги мне с этим, хорошо? Там есть исполнительная власть. Хорошо. Законодательная. Хорошо. И судебная. Судебная. Но это все один. Все они одно. Они как бы одно целое. Ты закончил? Так что эти три разные вещи, но они одно целое. Но они не равны. Они равны, но они все еще делают одно и то же, как Троица. Хорошо. Бог есть Дух, Иисус есть Дух и Дух в целом. И что? Что было третье? Бог, Отец и Дух. То есть Бог, затем идет Отец. И Коран говорит... Подожди, подожди. Асэй, пока что Коран. Я просто хочу тебя понять. Итак, Бог, а кто другой? Бог Отец и Иисус Сын. Он не Бог? Он не Бог? Он наполовину Бог и наполовину человек. Он наполовину Бог, наполовину человек? Подожди, подожди, я хочу это понять. Ты уже понял это. Я не понял это. Я правда не понимаю. Не говори за меня чего-то не знаешь, ладно? Слушай, слушай. Ты говоришь, что Он наполовину Бог, наполовину человек. Так что Бог по определению знает все, а люди нет. Так кто же Он? Но Он может прийти к Своему творению, не так ли? Нет, нет, ты сказал, что Он наполовину Бог, наполовину человек. Я хочу понять это. Определение Бога, Он всезнающий. Люди же не всезнающие. Так кто же Иисус? Знает ли Он все или нет? Он пришел в теле человека для нас. Хорошо. То есть Он больше не был Богом. Он смирил Себя. Так что это троица. Был ли Он Богом или нет? Так что это было Его тело, но не Его дух. Так что, когда Он умер, Он... Когда Он был в теле, Он был всезнающим. Он знал все. Это заговор, когда мы говорим о подобном. Заговор? Нет, нет, я не спрашивал тебя, было ли это заговором. Я спросил о твоей вере. Знал ли Он все, когда Он был на Земле? Он может выбрать не знать чего-то. Хорошо, значит, Он не знал всего. Но Он может выбрать знать все. Итак, Кеннет, знал ли Он все, да или нет? Но Он может выбрать знать все. Мой вопрос был не в том, что может ли Он выбрать или нет. Мой вопрос был в том, знал ли он всё или нет. Знал ли он что-нибудь или нет? Нет, знал ли он всё или нет? Да, конечно, он знал всё. Он знал, ладно, хорошо. Я знаю, к какому стиху ты ссылаешься. Тогда позволь мне перейти к стиху, если ты его знаешь, хорошо? Ладно, ладно. Ты знаешь ответ, но ты никогда... Я не знаю твоего ответа. Потому что христиане дают мне разные ответы на этот вопрос. Теперь, в вашей Библии говорится, но о том дне и часе никто не знает. Нет, даже ангелы на небесах, не сын, только отец. Там ничего не говорится о выборе или не выборе. Там ничего не говорится, был ли он на земле или нет. Там говорится, что никто не знает ни ангелы на небесах, которые не выбирали не знать, но они просто не знают. Ни сын. Сын тоже не знает часа. Если Бог знает всё, как мы договорились, а Иисус не знает часа, как он может быть Богом? У меня нет так много информации для этого. У тебя нет ответа. У меня нет достаточно информации для того, чтобы объяснить. Ты читал этот стих раньше? Я знаю этот стих, но у меня нет много информации, чтобы сообщить тебе. Иди домой, прочитай его и вернись. Да, я прочитаю его. Теперь, ты сказал, что это слово Бога, верно? На сто процентов. Хорошо. Позволь мне спросить тебя кое о чем. Прочитай со мной. «Двадцати двух лет была Хозия, когда он восстарился, и один год царствовал в Иерусалиме». Ты со мной? «Двадцати двух лет была Хозия, когда он восстарился, и один год царствовал в Иерусалиме». Его мать звали Гафолия, дочь Амврия. Сколько ему было лет? Ты хочешь сказать, что... Сколько ему было лет? Так, эээ... Двадцать два года. И здесь... Ахозии было сорок два года, когда он стал царем и правил один год в Иерусалиме. А его мать звали Гафолия, дочь Амврия. Итак, если это слово Божье, как здесь может быть противоречия? Он просто закончил свое царствование и снова начал царствовать. Где это сказано? Я этого не знаю. Где это сказано? У меня нет полного понимания, но я знаю наверняка. Ты знаешь наверняка. То есть ты уверен? Ты должен понять, что он закончил править в то время, а затем снова правил во второй раз. Серьезно? Вот что это значит. Даже если он правил только один год? Что? Он правил только один год. Да, он правил только один год. Хорошо. Так что когда ему было двадцать два года, по твоим словам, он может остановить свое управление и начать снова. Хорошо. Ему было двадцать два года, когда он стал царем, и он правил один год. Как долго он правил, когда ему было двадцать два? Извини, где это сказано? Один год. Да, один год. Ты уверен? Там сказано один год. Так что когда ему было сорок два года, он уже правил один год. Только один год. Хорошо? Когда ему было сорок два года, он стал царем и правил один год. В Иерусалиме. Так как же он мог править один год в Иерусалиме, если он уже ранее правил один год? Если он уже правил один год и затем начал править еще один год, то это уже будет два года. Теперь позволь мне спросить тебя о другом. Он мог бы легко остановить свое управление, а затем снова править. Но тогда он правил не один год. Если бы ты был королем Англии в течение года, а затем ты отрёкся от престола, а затем снова стал королем на год, сколько ты правил? Два года. Два года. У меня, конечно, нет полного понимания об этом, но это не имеет смысла, Кеннет. Хорошо, позволь мне сказать тебе ещё кое-что. Могу я вмешаться в ваш разговор? Или я перебиваю? Нет, пожалуйста, мы закончим. Спасибо. Мы можем поговорить позже, если хочешь. Хорошо. Хорошо. Теперь, его отцу было 32 года, когда он стал царём. Сколько лет ему было? Что? Его отец. Ему было 32 года, когда он стал царём. Ты же знаешь, что вы верите в Ветхий Завет? Ты не отвечаешь, потому что ты знаешь. Ты знаешь, что ты не прав. У меня нет полного понимания, вот почему... Кеннет, можешь прочитать со мной? Прочитай со мной. Ты перескакиваешь на другую тему. Это не перескакивание, это один и тот же стих. Один и тот же стих. Я читаю здесь. Ему было 32 года. Да, его отцу было 32 года, когда он стал царём, и он провел в Иерусалиме 8 лет. Так что ему было 32 года, и он провел 8 лет. Сколько ему было лет, когда он умер? Ну, это информация, я не хочу... Это прямо перед тобой, Кеннет. Ты знаешь, что ты бойман. Давай, бро, признайся. Как я уже сказал, это не... Тогда прочитай со мной. Так что ему было 32 года. Я хочу говорить только о том, что я знаю. Хорошо. Но не о том, что я не знаю. Давай я просто прочитаю это для тебя. Хорошо? Просто слушай. Его отцу было 32 года, когда он стал царём, и он провел в Иерусалиме 8 лет. Когда он умер, никто не видел его при его уходе. Однако они похоронили его в городе Давида. Затем они пошли к жителям Иерусалима, которые сделали охозью его младшего сына. Его младший сын был поставлен царём. Сколько ему было лет, когда он умер? 32 года плюс 8? 40. Подожди, дай мне закончить. Его отцу было 40 лет, когда он умер. И они пошли, и сделали царём его младшего сына, которому было 42, согласно этому стиху. Как отцу может быть 40, а сына 42? Как отцу может быть 40, а сына 42? Да. Ты читал Библию, новый международный перевод. Новый международный перевод изменил это. Я знаю, что если ты прочитаешь контекст, у тебя будет ясное понимание. Смотри, я только что прочитал тебе контекст. Это не было контекстом. Чтение последовательности возраста его отца не является контекстом. Давай вернёмся назад. То же самое с Кораном. Если ты читаешь что-то, ты должен смотреть через контекст. Но я показал тебе контекст. Выслушай меня. Прошу, я слушаю. В Коране есть много вещей, которые я могу упомянуть тебе. Назови хоть одно. Но у меня сейчас нет времени, мне нужно идти. Я уже упоминал, что было сделано так, чтобы человек выглядел как Иисус. Я разъяснил тебе это. Не Аллах сделал это. Это то, что они увидели. Есть много вещей, которые я могу упомянуть. Прошу. Но я не буду сейчас это упоминать, чтобы проявить уважение. Есть ещё много вещей, которые я могу упомянуть. К примеру, Коран говорит, что если ты обратишься, что произойдёт? Если что? Если... Исламский закон... Хорошо. Это морально неправильно. Подожди, подожди. Если ты не можешь... Нет, не выбрасывай это. Если ты обратишься, то что? Нормально, это нормально. Если ты обратишься, что с тобой будет? Во что мы верим? Вы верите в последние дни. Во что мы верим? Если ты обратишься, что будет? Не выбрасывай это просто так. Скажи это. Если мусульманин обращается в христианство, во что верят в исламском законе? Скажи это. Скажи это. Ты уверен? Да. В исламском законе... Хорошо. Как это было? Это был исламский закон или... Как это называется у вас? Скажи мне. Шариат? Да, в законах шариата. Ну, не законы шариата, а просто шариат. Законы шариата это как кофе-кофе. О, действительно. Да, шариат означает закон. Продолжай. Шариат. Хорошо, круто. Так что это законы шариата, верно? Если мусульманин откажется от религии... Откажется от религии, его приговаривают к смертной казни. О, так ты знаешь. Я знаю много, альхамду лилля. Не всё, но много. Значит, ты знаешь. То есть это безнравственно, верно? Это безнравственно, да. Хорошо, подожди. Позволь мне показать тебе твое литимерие. Подожди. Если ваш брат, сын вашей матери оставляет свою религию, поклоняясь другому Богу, ты не должен жалеть его. Но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его. Но мы больше не под старым законом. Чей это был закон? Чей это был закон? Иисус приказал это. Если это Бог приказал в Библии, когда вы оставляете свою религию, вы должны быть убиты. Тогда почему сегодня вы возражаете против шариата? Как я уже сказал, это Ветхий Завет. Кто приказал это? Это Ветхий Завет. Ты сейчас сбегаешь. Мы верим, что нужно подставить другую щеку. Серьёзно? Если я ударю тебя прямо сейчас, ты подставишь другую щеку? А? Если я ударю тебя прямо сейчас, ты подставишь другую щеку? Я ожидаю, что ты не будешь бить кого-либо по щеке. Нет-нет. Но ты только что сказал Ему... Нет-нет, подожди. Ты проявил леттимерие прямо сейчас. Ты только что сказал Ему, мы, как христиане говорим, подставь другую щеку. И когда я говорю тебе жить по этому учению, позволять другим бить себя, а затем подставлять другую щеку, ты леттимеришь. Сразу говорю, я не хочу причинять никакого насилия. То есть ты говоришь мне, что после того, как я ударю тебя, ты скажешь мне, давай бей по второй? Хорошо, но это... Ты не сделаешь этого, потому что ты леттимеришь. Это нормально, но это прямое проявление леттимерия, потому что ты говоришь одно, но делаешь другое. Вы хотите иметь больше денег, иметь дополнительный доход? Хотите чувствовать себя увереннее, особенно в непредсказуемых условиях или в случае потери работы? Хотите позволить себе больше отдыхать и путешествовать? Чувствовать себя опорой своей семьи и создать для них комфортную жизнь? Хотите совершить хадж или умру и создать садо каджария? Помогать людям и тем самым достигать довольства Всевышнего? Это возможно, даже если у вас нет свободного времени и миллионов. Вы не разбираетесь в финансах и не являетесь крупным бизнесменом. Любой может создать капитал, который будет кормить его и его семью. Для этого достаточно грамотно управлять своими деньгами и создать правильную доходную стратегию инвестирования. Мы вас научим разбираться, как не попасть в сомнительные инвестиционные истории или не стать жертвой мошенников. Вы научитесь отличать халяльные компании от харамных, как составить личную инвестиционную стратегию и как собрать прибыльный портфель. Все просто и это может сделать каждый, даже не имея специального образования. Наш опыт говорит сам за себя. Мы уже 19 лет успешно работаем в сфере инвестиций. Мы первая школа в России, которая учит инвестировать по шариату. И мы не просто обещаем, а даем проверенные знания и решения. Бесплатные уроки, платный курс, эфиры со мной, личная работа. У вас есть выбор, как учиться и развиваться. Сотни людей уже изменили свою жизнь, создав халяльный доход. Многие начинают с полного нуля, инвестируют даже от 1000 рублей. И сейчас собирают прибыльные портфели. Благодаря нам они теперь могут тратить больше времени на то, что им действительно важно и нужно. Семью, отдых, саморазвитие, поклонение и не беспокоиться о будущем. Хотите начать? Переходите по ссылке в описании. И регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс. И уже через несколько шагов вы сможете начать изучать, как халяльно приумножить свои деньги, инвестируя в надежные компании. Вы узнаете, как создать стратегию с максимальной доходностью. И все это можно сделать просто с телефона. Не нужно дополнительного оборудования, десятки свободных часов и миллионы денег. Достаточно вашего желания изменить вашу жизнь. Ждем вас!